Один и у Республицы Народный Минералогичный музей працует на базе 16-й школы Гродно. А кроме уникальной музейной деятельности, развиваются тут и другие накерунки. До приклада установка удельничала во всесоюзном эксперименте у Галине Мастаства, благодаря тому, что был отриман статус «Школа с мастацким ухилом». Юные таланты за взрослым постоянством занимаются праздновые места на разных престижных республиканских и международных конкурсах. И в очне, и коллектив установки, якая дослово сельта святкой и пригожей юбилей 55 год с дня заснования не збираются спиняться. Катерина Старчавая о поспяхах и нагодах для гонору. Свои двери 16-я Гродзинская школа расчинила в 1965 году и с того часу протягивает свой летопис, записи, в котором заявляются, дякуючи учням и выдатному коллективу педагогов, працавитому, метанакерованному, улюбленному в свою справу. Дякуючи такому тандему, у школи з'явился минералогичный музей, первый подобный у Беларуси. Тут проходят экскурсии, мастер-классы, семинары и, конечно, занятки в взаимальной гульнявой форме. Опознаемец за процовкой минералов в учне могут у специализованной школьной мастерни. Среди горожан и гостей Гродна заслуженным вниманием пользуется школьный минералогический музей «Карат», которому в 2007 году присвоено звание «Народный», а также образцовая студия по обработке камня. Музей «Карат» входит в территорию безвизового пребывания для иностранных туристов. В нашем стремительно меняющемся времени школьный музей должен быть живым. Живым не только в поиске новых экспонатов, но и новых форм и методов музейно-педагогической работы, которая поддерживала бы интерес учащихся. В школьном музее «Карат» я смогла попробовать себя в роли экскурсовода. Это помогло мне самореализоваться, стать более уверенной в себе, открытой и общительной. В учебе реализация талентов, навуковая деятельность, сучасная установа эдукации засероджена на многих векторах. Дети тут не только вучатся, а и проводят вольный час. Рыхтуются до конференции, наведывают гуртки, по интересах работают над выпуском школьной газеты. Мы стараемся, чтобы учащимся нашей школы было не только интересно учиться, но и чтобы школьная жизнь была увлекательной и разнообразной, чтобы ребята чувствовали свою причастность к большой, дружной, школьной семье, чтобы им было чем заняться в свободное время. Для этого по запросам родителей, по желанию самих детей, в школе организована работа объединений по интересам различной направленности. Особой популярностью пользуются объединения по интересам юных журналистов, на котором ребята работают над выпуском школьной газеты «Большая перемена». Я ходила на районную конференцию, моя работа называлась «Определение сахара в грязных опилках». На уроках труда мы взяли немного опилок и из них мы смогли сделать сахар. Без перебольшения коллектив 16-й школы працует в разных направлениях. Своими поспехами в допомозе каждому детяте до прикладу гонорации наставники-дефектологи. С 2014 года в школе открыты классы интегрированного обучения и воспитания. В этом учебном году функционируют 6 классов совместного обучения, один специальный класс, где обучаются дети с нарушением слуха, компенсированного кохлеарным имплантом, а также учащиеся, имеющие аутистические нарушения. В школе действует творческая группа учителей-дефектологов «Школа равных возможностей». Опытные педагоги наряду с традиционными методиками используют такие инновационные технологии, как суджок-терапия, песко-терапия, лего-технологии. Сплоченная команда педагогов помогает раскрыть в каждом ребенке его индивидуальные способности. Своих в учню 16-я школа по краине веду в яде вот уже 55 годов. За этот час в установе народились свои традиции. Говор к яде про переемность профессийных поколений и семейной верности в своей школе. Былые в учне становятся наставниками, а батьки проводят уродные классы детей. Помню своих учителей, которые помогли мне выбрать профессию. Это Тамара Георгиевна, учитель английского языка, а также самый мой любимый учитель Алла Феликсовна Юшкевич. Когда мы входили в кабинет английского, это был волшебный мир, абсолютно какой-то потрясающий. Мне всегда хотелось быть похожей на нее и учить детей этому интересному предмету. Пришла я в эту школу, потому что тут училась вся моя семья, и я продолжаю эту цепочку. Тут учились моя мама, папа, бабушки, дедушки, тетя, дядя, крестная тетя, прабабушка Мелания, которая отвечала за чистоту в этой школе. Лепшая спадшина и особенный гонор любой школы и ее выпускники. Их успехи – самая яскравая характеристика таленту педагогов. 55 выпускников школы окончили школу с золотой медалью и 24 с серебряной. Выпускники школы – это весьма успешные люди, квалифицированные специалисты, чьи имена известны не только в городе, в стране, но и за рубежом. Среди них много известных врачей, спортсменов, актеров, учителей, юристов. И школа гордится всеми своими выпускниками. Нагода улюбить свою школу шмат, а еще больше причин сюда приходить знову и знову после выпуска. Любая научальная установа гонорится своими вучнями, але их по успеху не махшимы без педагогов. У 16-й школе 80% наставники высшейшей и первой квалификационной категории. Это профессионалы, которые не только учат и выховывают, но умеют поддерживать и парать. Коллектив, который уже больше запал, 100 лет за что дня делится с детьми ведами, опытом и душевной теплой. предпочитают униженом и Униженом и Продолжение следует...